Ремонтные работы в Караганде продолжаются. К ним прибавились еще несколько участков, требующих реконструкции. Когда власти облегчат передвижение водителей по городу. В утренних пробках сегодня простояла и наша съемочная группа. Участок дороги от мечети на республике до моста по улице Гоголя всего несколько километров. Однако каждый день здесь жители Юго-Востока теряют массу времени. В часы пик здесь наблюдаются большие пробки. Железную дорогу у кондитерской фабрики автомобилисты проезжают аккуратно, тем самым затормаживая поток машин. Положение усугубил ремонт магистрального водопровода по улице Гоголя. При спуске с путепровода подрядчик перекрыл одну полосу. Здесь водители попадают в бутылочное горлышко. Пробки – это вообще болезнь. Тем более перекрыли весь город. Люди страдают от этого. Не только водители, но и пассажиры. Постоянно пробки. Сейчас просто везде дороги ремонтируются. Постоянные пробки. Ужас. Надоели пробки, конечно. Мост очень долго делают. Все лето делают. Каждый день такая проблема. Проблема утром и вечером. Постоянные пробки. Каждое утро водители с завистью наблюдают, как мимо с ветерком проносятся велосипедисты и мотоциклисты. У Асхата Мухамедина на дорогу до работы в среднем уходит около 15 минут. Однако ликовать карагандинцу осталось недолго. Зимой на велосипеде далеко не уедешь. И все на пробках. А я на велосипеде. Постоянные 4 километра с лишним. Время уходит от 13 минут до 20. Откуда до куда уедете? Ну, со старого аэропорта до Ермекова. Они как бы на пробках подолгу ждут и опаздывают. И на велосипеде там за 15 минут на работе уже. На сегодняшний день подрядной организации уже заменено более 2 километров труб. Осталось столько же. Этот водопровод идет в сторону мечети. Во время реконструкции за мостом участки будут перекрывать частично. По словам коммунальщиков, это лучшее, что они могут сделать для удобства жителей. Некоторые участки дороги будут перекрываться. В местах стыковки труб, где будут стыковать новые водопроводы. На путепроводе между рынком и 45-м кварталом ситуация аналогичная. Водители едут в притирку, рискуя создать аварийную ситуацию. Свою лепту в напряженное движение добавляет и ремонт при вокзальной территории. Ворота города решили облагородить к осени. Закончить реконструкцию здесь городские власти планируют к середине октября. По словам чиновников, сегодня открыли движение по Федоровскому мосту. Это должно улучшить ситуацию на дорогах. Как известно, в следующем году грядет капитальный ремонт дороги по улице Гоголя. Так что терпения карагандинцам придется еще набраться. Агирин Бухтаев, Арман Бектубаев, Равиль Валеев, 5 канал.